В 1941 году началась Великая Отечественная война. Раисе Чернова исполнился год от роду. Отец сразу ушел на фронт. Встреча с ним в сознательном возрасте навсегда осталась в памяти. Приезжала соседка, кричит Васильевна, это маму мою звали, Васильевна, Николай приехал твой. И я побежала по тропиночке прямо через лужайку босиком. Идет отец, мне поднял на руки. Вот и на завтра мы с ним поехали сфотографировались. Список общественных постов, которые занимала жительница Борисовки Раиса Чернова, впечатляет. Депутат сельского совета, председатель профсоюзного комитета совхоза, пропагандист высшей квалификации Ракома партии, председатель женсовета. Когда материально было трудно, мы не получали заработную плату с 93-го года. И я, председатель профсоюзного комитета, шла по дороге и думаю, дай найти мне бы 20 копеек, буханочку хлеба купить. После школы поступить планировала в педагогический институт, но в последний момент решила продолжить семейную династию. Поступила в сельскохозяйственную академию на зоотехнический факультет. В Борисовку приехала по направлению и проработала здесь 50 лет. С Николаемой очень легко работать. Ей подашь какую-то идею, она тут же ее начинает реализовывать. Если она готовит заседание пайщиков, то это не просто сухие цифры, а это какая-то тема. Например, последнее было это о масленице. Приходили пайщики с блинами, и вот они обсуждали эти вопросы. Сейчас она планирует подготовить заседание картошкиной посиделки, сорта картофеля, пригласить специалистов и рассказать селянам, как правильно возделывать эту культуру. Родилась Раиса Николаевна в селе Кугуки. Мама телятница, отец скотник. Среди четверых детей Рая была старшей. Детство девочки прошло на скотном дворе. В 9 лет научилась доить корову. На каникулах подменяла доярок. Первые девочки вышли, которых не приняли, они сказали, что им 13 лет. Их не приняли. А потом, а я следующая иду. Она говорит, говори, 14. Ну, я и пошла 14. Вот так я и вступала в комсомол. Воспитывать двоих дочерей, ухаживать за больной мамой, работать, заочно учиться и заниматься общественной работой. Откуда столько сил и энергии? Ответ, скорее всего, кроется в этом. Я любила людей. Я и сейчас люблю людей. И жить я без людей не могу. Я живу очень скромно. Я не для себя живу. Я живу все время для людей. И на пенсии сильная женщина продолжала работать. Только 7 лет назад завершила трудовую деятельность. Семья, две дочери, зять, четверо внуков. Все живут в городе. Сейчас Раиса Николаевна занимается домом, огородом 46 соток. Стряпает, пишет стихи и статьи, поет в хоре «Приморочка». До сих пор возглавляет потребительский участок и совет ветеранов села. Но не может эта неугомонная женщина жить для себя. Субтитры создавал DimaTorzok